У правоохранительных органов могут появиться новые вопросы к бывшему главе Минсельхоза Елене Скрынник. Компромат на нее с 2010 года копило новое руководство Росагролизинга. Эту структуру Скрынник возглавляла с 2001 по 2009 год, пока не стала министром. В компании говорят, что если арестовать зарубежные счета и недвижимость экс-министра, реально вернуть все 40 миллиардов рублей пропавших бюджетных денег. В эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» Елена Скрынник заявляла, что потеряла контроль над Росагролизингом, как только стала министром. При ней все якобы было в порядке. Компанию проверяла счетная палата, нарушений не нашли. Дыра в 40 миллиардов рублей образовалась позже. Но старший советник гендиректора Росагролизинга Евгений Зеленский в интервью «Комсомолке» рассказывает иное. По его словам, Скрынник сохраняла контроль над компанией через своего соратника Леонида Орсика, который сменил ее на посту главы Росагролизинга. Но 31 декабря 2009 года он был найден мертвым у себя дома. Его кончину уже тогда некоторые называли странной. В феврале 2010 года гендиректором стал Валерий Назаров. Тогда-то и вскрылись и липовые контракты, и странные схемы. На разбор полетов, по словам Зеленского, ушли три года. Росагролизинга одновременно умудрялся покупать оборудование у завода-изготовителя и у посредника. К примеру, компания «КамАЗ». Мы покупали у «КамАЗа» автомобили и в фирме «Автоагромаж», которая в свое время была создана компанией, которая учредила Скрынник Елена Борисовна лично. И Новицкий, ее брат, курировал эту компанию. «Автоагромаж» поставляла технику «КамАЗа» с наценкой в 25%. И одновременно шли поставки техники, которая закупалась у «КамАЗа». И сельхозпроизводителю говорилось, ты будешь покупать поставку через компанию «Автоагромаж». Соответственно, мы полагаем, что мы посмотрели, например, количество в суммах, в суммарном выражении, то всего 32% было закуплено «Росагролизингом» напрямую у заводов-изготовителей. А оставшаяся сумма, 68%, она закупалась у фирм-посредников. Фирмы-посредники контролировались ближайшим кругом Скрынник. Все схемы даже перечислять трудно, не то что описать. Но нельзя пройти мимо махинаций с зерном интервенционного фонда хлебного государственного запаса. Зеленский рассказывает, за деньги «Росагролизинга» строился элеватор, на котором хотели хранить стратегическое зерно. По бумагам, что надо элеватор, но на самом деле намного меньшего объема. Потом туда пришло зерно на хранение. Приходит больше, чем физический элеватор может вместить. Оказалось, зерно давно украли, а поставка только на бумаге. Сейчас «Росагролизинг» восстанавливается. Направлены заявления о возбуждении более 150 уголовных дел. 56 уже возбуждены. Но много остается неясным. Например, почему, несмотря на пристальное внимание к деятельности «Скрыльник», о махинациях не говорили, пока она была министром, и оживились лишь после того, как Елена Борисовна покинула страну. Наконец, почему счетная палата и международные аудиторы так долго и так легко давали себя обманывать? Комсомолка будет следить за развитием событий и попробует ответить на все эти вопросы.